В семье Столировых настолько бережно относятся к семейным традициям и ценностям, что до сих пор сохранили приглашение со своей свадьбы, которая была 61 год назад. А началась история любви в Куйбышевском медицинском университете, где они вместе ходили на общепотоковые лекции. Объединило их чувство юмора. С тех пор и продолжают по-доброму подшучивать друг на другом. Был комсоргское собрание, полный зал там. Ну и мы, как всегда, шутили, перебрасывали записочками, кто кому, девочки, мальчики, мальчики, девочки. И они там с другом удивились, кто это там еще с юмором им отвечает. Не просто так и записки. Мы думали, у женщин юмора нет. Они почему-то думали, что они там самые юмористы своим приятелям. Тоже хирург он, кстати. И вот так вот заинтересовались. В 1961 году Галина Ивановна и Евгений Анатольевич поженились. После университета вместе по распределению уехали в Кинальчеркассы. Отработали там пять лет и уже на практике стали профессиональными врачами. Меня честно удивляет, когда не хотят сейчас ехать. Распределения нет. Главное то, что там быстрее становишься врачом. Именно в сельском? Именно в сельском, потому что совершенно другая ответственность. Вместе супруги в конце 70-х уехали в Нигерию по программе обмена врачей. Получили колоссальный опыт, потому что пришлось на практике столкнуться с разнообразными болезнями и инфекциями. И пришлось провести множество операций и процедур. Этот опыт используют в своей работе до сих пор, делясь знаниями со студентами медицинского и педагогического университетов. То есть очень много нового в медицине. Вот я, например, освоила всю тропическую медицину, которая, конечно, пригодилась. И неотложная. Потому что там на приеме, например, у меня было 200 человек в день. От 200. Я проезжал за ней, забирал, потому что она до последнего. Так собрался. Галина Ивановна и Евгений Анатольевич воспитали дочь Ольгу, двух внучек, Анастасию и Любовь. А теперь нянчатся с правнуками, пятилетним Прохором и Петром, который появился на свет несколько недель назад. Какого-то нравственного поучения такого никогда нет. Через любовь, через заботу, через традиции. Мы просто знаем, что такое семья. То есть мы это по смыслу понимаем. Для нас это не пустой звук. Евгений Анатольевич и Галина Ивановна – настоящий пример крепкой и любящей семьи, где любовь, уважение и традиции на первом месте. А потому их наградят общественной наградой – медалью «За любовь и верность» в преддверии Дня любви, семьи и верности. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.